Агитационная работа выборов сельских акимов Глава государства поздравил работников внешнеполитической сферы с профессиональным праздником. На своей странице в Твиттере президент написал «Поздравляю работников внешнеполитической сферы с профессиональным праздником. Ваша главная задача – продвижение и защита национальных интересов, повышение авторитета страны на международной арене. Желаю вам успеха в выполнении этой ответственной государственной миссии». Глава государства встретился с членами национальной сборной, которые примут участие в Олимпиаде. Косымжимар Токаев пожелал удачи спортсменам. В столице прошла ответственная встреча перед соревнованиями. Сначала была представлена спортивная форма нашей сборной, в которой они будут выступать в Токио. Основная часть спортсменов приняла участие во встрече посредством телемоста из центра Ахбулак в Алматинской области. «Олимпиады алауын әлем халқы жағандық индетпен күрестің символы» деп бағалауды. «Олудаланын оландары күн шығыс еліне халқымыздың зор сенімін арқалап баражатыр. Біздің спортшыларымыз байрақты бәсекеден жүлдесіз оралған емес. Енді әйгілі спортшыларымыздың зын басатын жоғын жалғастратын сіздер түнбай тер төгіп әлемдік додага жылдама алдыңыздар». Это седьмая олимпиада, в которой принимают участие спортсмены нашей страны с момента обретения независимости. Егемендік жылдарында елімізде жүзден астам үрі спорт кешені бойкутерді. Оның 16-сы халқаралық дегейдегі нысандар мемлекетіміз спортшы жастарымызға әрдайым қолдау көрсетеді. Ауыл аймақтарда түрлі спорт алаңындары салынып, үрмелер ашылуыда. Ауылда спортпен айналысатын балылар көбе жатыр. Олар сіздерге қарап бой дүзейді. Бәріңіз осы жау кешілікті сезініп, ел мамысын абыроймен қорғай деп сенеміз. Касымжа Мартукаев впервые вручил государственный флаг двум гражданам. Это олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова и серебряный призёр чемпионата мира по боксу Камшебе Кункабаев. Получить флаг нашей страны – большая честь и ответственность. Мы формировались и укреплялись в спортивной школе независимого Казахстана. Теперь мы будем прославлять суверенное государство. Национальная сборная будет соревноваться в Токио по 33 видам спорта. Всего насчитывается 96 лицензий. Глава государства выразил уверенно, что наши спортсмены покажут хорошие результаты и поднимут престиж страны среди спортивных держав. Глава государства принял председателя Национального банка. Ербулат Дусаев доложил президенту о реализации денежно-кредитной политики в первом полугодии. Также рассказал о росте инфляции до 8% за 6 месяцев и дисбалансах на продовольственных рынках. По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений. Сегодня Ельбаса осмотрел дикий лес вокруг столицы. За 23 года высажено 146 миллионов деревьев. Нурсултан Азербайев отметил, что главный город должен быть красивым не только внутри, но и снаружи. Для Казахстана, где только 4% земли занято лесами, это большое достижение. 23 года назад здесь была степь, теперь вокруг зелень. Сонғы жылары жасылаймақ бүлкен орман болды. Бәрмес көрп шықтық казар. Алғашқа отырғызған ағаштардың бейігі жема метрден өрсіп орман болды. Оның ішінде елдердің демалатын жері болды. Атпеннен жеретін, велесепетпен жеретін. Одаң бәрі жеміс жидек жинетін болды. Оның ішінде мүнікі жануарлар көбейм жатыр. Оның ішінде мүнікі жануарлар көбейм жатыр. Оның ішінде мүнікі жасылаймын жері болды. Оның ішінде мүнікі жануарлар көбейм жатыр. Оның ішінде мүнікі жануарлар көбейм жатыр. Раней Ельбасы отмечал, что вокруг реки Ишым необходимо высадить зелёные насаждения. За почти четверть века лесники провели объёмную работу. Приобрели опыт по лесоразведению степной зоні. Постепенно идём к поставленной цели. Часть высаженных деревьев не прижилась. Половина засохла. С 2012 года рассаду высаживают вместе с почвой. Премьер-министр Оскар Мамин поручил завершить строительство Большой Аматинской кольцевой дороги до конца 2022 года. Комплексный проект обеспечит безопасность дорожного движения и снизит воздействие транспортных средств на окружающую среду. Строительство началось 8 месяцев назад. В общей сложности на работу отводилось 50 месяцев. Однако, согласно поручению главы правительства, мы завершили проект не ранее, чем через два года. Наряду с дорогой планируется строительство мостов дорожных развязок. В перспективе по этой обездной дороге в обход города Алматы будет проходить порядка 38 тысяч автомобилей в сутки. При этом ожидается рост объёмов грузоперевозок между Китаем и Европой. Во время рабочей поездки в Алматы премьер-министр знакомился с развитием городского метрополитена. В настоящее время здесь строятся дополнительные станции Сара-Арка, Досток и Калкаман. По завершении проекта количество пассажиров увеличится 46 тысяч до 93 тысяч человек в сутки. Оскар Мамин поручил завершить строительство первых двух станций. Заместитель главы правительства поручил усилить карантин в регионах Желтой зоны. Ирлы Тукжанов отметил низкие темпы вакцинации в Магастаусской, Атраусской и Западно-Казахстанской областях. Сегодня состоялось заседание Межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса в стране. По предложению Палаты предпринимателей от Амикен принято решение за две недели исключить из системы АШК 464 объекта, не проверяющих статус посетителей. Активизирована работа мониторивающих групп в Алматинской, Атраусской и Североказахстанской областях. Статистика по COVID-19 на 2 июля 2021 года. В мире зафиксировано 199 991 новых случаев заражения коронавирусом. В Казахстане за последние сутки выявлено 2590 человек с пожителем ПЦР-тестом. В Дурсултане 764, Карагандинская 468, Алматы 353, Западно-Казахстанской 143, Магаставской 107, по 103, Сутча Атраусской и Шамкенте. В Акмолинской 88, Восточно-Казахстанской 82, Октюбинской 63, по 99, Павлодарской и Алматинской. В Кустанской области 52, Казлординской 49, Трукестанской 39, Жамбулской 32 и Североказахстанской 27. Маски и социальная дистанция все еще актуальны. Главная задача – не допустить распространение коронавируса. Медики призывают казахстанцев соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования. Холодильники для хранения вакцин переданы в ДАР Центру первичной медико-санитарной помощи из села Краснояр. Меценат Ирлик Умергалиев в непростой период для страны оказал значимую помощь. Оборудование для хранения медикаментов предназначено специально для вакцины «Спутник Ви», которая должна хранить при температуре минус 18-27 градусов. Вместимость холодильников составляет 8 тысяч штук специально для хранения вакцины «Спутник Ви». На сегодняшний день в селе Краснояр привито 4516 человек. Здесь работают две привычных пункта и две мобильные группы. Всего будет вакцинировано около 9 тысяч человек. Пока два холодильника. Если потребуется, готовы оказать помощь и в дальнейшем. В нынешних непростых условиях мы все должны объединиться. Надо работать слаженно. В текущем году указом главы государства сделана поправка о выборное законодательство. Теперь акимы городов, поселков и сель и сельских округов будут избираться посредством прямых выборов. В выборах сельских акимов могут участвовать кандидаты, выдвинутые политическими партиями самовыдвиженцы путем сбора подписей не менее 1% от общего числа избирателей. При определенных условиях аким района. Своим мнением по организации предвыборной кампании и агитационной работе поделилась Белла Газдиева. Не так давно она была акимом села Родина Акмолинской области. В этой должности проработала 4 года. Я думаю, что не на достаточном уровне идет агитационная работа. В том плане успех вот этих всех реформ, особенно выборности, он сегодня будет зависеть во многом, если не в большинстве, от того, насколько сельские жители готовы. Насколько они понимают ответственность выбора для себя определенного акима. Насколько они готовы требовать потом какую-то отчетность от акима, о том, что сделано, не сделано. И поэтому, как мне кажется, сейчас, вот именно в этот период, до начала объявления выборов, очень важно доехать до каждого села и провести вот эту разъяснительную работу. На сегодняшний день в Акмолинской области из 239 действующих акимов будут избираться 96, это 40%. В выборах примут участие 100 тысяч акмолинцев, 19% от общей численности избирателей. Те, кто готовы, кто чувствует в себе такую потребность, кто думает, что он может, что он может изменить какие-то моменты в селе, а поверьте, работы достаточно, да, то, мне кажется, таким людям нужно участвовать, не бояться, особенно молодежь призывая, которые всегда стремятся. Это здорово, иметь амбиции. В первую очередь будут проведены выборы 836 сельских акимов, до конца года предстоит избирать еще 46. Агирим Бегенова, Абзал Балтабаев, Уржан Смогулов, Алмаз Адвокасов, Кокщак Парад. В Кокщитау прибыла группа депутатов мажориста парламента. Они встретились с профессорско-преподавательским составом Кокщитауского университета имени Абая Мрзахметова. Депутаты намерены поделиться результатами, достигнутыми в ходе реализации предвыборной программы партии Нур-Отан. В первую очередь мажористмены ознакомились с текущим состоянием вуза. В последние годы особое внимание уделяется сфере образования, поэтому важным остается оснащение современным техническим оборудованием, а также внутренний и внешний ремонт. Мы встретились с Акимовым областей дважды. Утром буквально за несколько минут он рассказал о развитии, в целом экономическом развитии региона. Как было и как сегодня стал это большой сдвиг. Конечно, на сегодняшний день в Казахстане проблемы, так же, как и в других странах, есть. Возритель страны СМК Казахстан ушел далеко вперед. Мадий Елюбаев, уроженец города Кокшитаума, жилистмен ответил, развитие инфраструктуры областного центра является главным достижением Акмолинского региона. Все это делается уже 30 лет, 30 лет независимости нашей страны, и все это делается благодаря мудрой политике, мудрому руководству нашей страны Ельбаса, а также первым президентом республики Казахстан. Все данные обещания прошлых предвыборных программах были выполнены в срок, иногда даже посрочные. Гости акцентировали внимание на перспективах развития области, реализации мероприятий дорожной карты в рамках предвыборной программы, партии НОРОТАН экономических реформ и принятии законопроектов. Агирин Бегенова, Иван Однорог, Жан Служин, Кул Павел Соловьев, Кокщак Парад. На площади Аблайхана в Бурабае открыт ультимедийно-интерактивный комплекс. Он позволяет совершать виртуальные полеты по Казахстану. Первая зона комплекса называется Умирагарша. На этой площадке в электронном виде отображается вся информация о родоплеменном составе каждого казаха. С помощью светодиодных ламп, размещенных на деревьях, можно наблюдать за генеалогическими данными. Мы сейчас находимся в лобби нашего комплекса. Указанный снежный бар символизирует силу и независимость. В стратегии развития страны до 2030 года Казахстан характеризуется как молодой леопард, готовящийся к прыжку. Вокруг леопарда летают бабочки. Считается, что сон всегда связан с полетом бабочки. Все разделено на Т-зоны. Каждый зал имеет свои темы и содержание. Так, с помощью новых технологий можно совершить увлекательное путешествие в формате 5D. Следуя за птицей Самрук, вы виртуально заглянете в каждый уголок страны за 10-12 минут. Экскурсия проходит каждые полчаса. В одну сессию могут войти 10-12 человек. Для социально уязвимых слоев населения вход бесплатный. Туристы со всей республики делятся впечатлениями. С началом летних каникул мы всей семьёй отправились в путешествие по некоторым местам страны. Мы приехали из Туркестана, побывали в мавзолею Ходжи Ахмеда Ясоуи. Теперь приехали в Боровое. Этот недавно открытый комплекс впечатляет. Наши дети тоже довольны. Духовно обогатились, патриотические чувства вышли на первый план. В зоне Батарлар-Даласа можно попробовать свои силы в сражениях Казахской степи. Следующий маршрут называется Менгалек-Ель. В секции Арманнон-Орандалуа отражены достижения современного Казахстана. На конечной площадке остановки Уакад-Даляза достижения Казахстана за 30 лет независимости. Айгирим Бегенова, Гульмира Аманбаева, Медедка Иркенов, Берег Манап, Кокщак-Парат. Сильную жару в Акмольской области прогнозируют синоптики в предстоящие выходные и праздничные дни. А это означает, что на водных акваториях ожидается массовое скопление людей. Спасатели призывают быть бдительными и соблюдать меры безопасности. За прошедшую неделю утонуло три человека. Все случаи зарегистрированы в запрещенных и необорудованных местах для купания. В целом, по области на сегодняшний день зарегистрировано 9 фактов гибели людей на воде. Из них двое несовершеннолетние. 27 июня в Санкт-Петербургском районе вблизи села Петровка на реке Жабай прошла групповая гибель двух братьев 90-92 года рождения. 29 июня на территории Шорт-Индийского района на плотине Ащлы в районе села Жолумбет утонул гражданин 82 года рождения. Данные происшествия также прошли при купании в запрещенных местах. В регионе продолжается работа по установке знаков «Купаться запрещено». Поскольку в ближайшие дни ожидается аномальная жара, спасатели призывают окмолинцев не выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов дня. Особое внимание в жару необходимо уделять детям. За годы независимости Казахстан добился больших успехов в самых разных сферах. Все это повлияло на то, что наша страна стала узнаваемой во всем мире. Наряду с остановлением республики повзрослели и ровесники независимости. Ровесники независимого Казахстана, которые родились в столь переломный период, в нынешнем году празднуют 30-летие. Они трудятся в различных отраслях, участвуют в строительстве и дальнейшем развитии страны. Они являются представителями нового поколения казахстанцев. День независимости Казахстана каждый год напоминает о том, какой сложный путь прошли жители республики и каким процветающим сегодня стал Казахстан благодаря общим стараниям. У истории есть с чему поучиться. Ключ счастью – это мир, единство. Я верю в свой народ. Наша страна расправляет крылья, как беркут под голубым флагом нашей страны. Пусть будущее поколение казахстанцев по достоинству оценит свое наследие. Почти 30 лет тому назад, обретя свою независимость, Казахстан открыл новую веху в своей истории, а Креп достиг больших результатов в развитии. Независимость – это главная ценность народа и страны. Она позволяет самостоятельно определить социально-экономический путь развития страны, ее внутреннюю и внешнюю политику, иметь свои символы, особые атрибуты государственности, которые выражают ее индивидуальность. Независимость – это право страны занимать достойное место в ряду других стран и государств. Самое главное достижение страны за 30 лет – возможность самостоятельного развития, признание на мировой арене устойчивое развитие во всех сферах. Конечно, не без трудностей и ошибок, но Казахстан уверенным шагом идет вперед. Зарина Джусикеева, Павел Соловьев, Берег Манаб, Кокщах-Парад. За 30 лет независимости немало конкурсов вывело школьников на международный уровень. Но за последние годы увеличилось количество платных олимпиад и конкурсов, проводимых через интернет. В этом году от Реслевого министерства утвердило перечень официальных олимпиад. Ровесники независимого Казахстана, которые родились в столь переломный период, в нынешнем году празднуют 30-летие. Они трудятся в различных отраслях, участвуют в строительстве и дальнейшем развитии страны. Они являются представителями нового поколения казахстанцев. День независимости Казахстана каждый год напоминает о том, какой сложный путь прошли жители республики и каким процветающим сегодня стал Казахстан благодаря общим стараниям. У истории есть с чему поучиться. Ключ счастью – это мир и единство. Я верю в свой народ. Наша страна расправляет крылья, как беркут под голубым флагом нашей страны. Пусть будущее поколение казахстанцев по достоинству оценит свое наследие. Почти 30 лет тому назад, обретя свою независимость, Казахстан открыл новую веху в своей истории, а Креп достиг больших результатов в развитии. Независимость – это главная ценность народа и страны. Она позволяет самостоятельно определить социально-экономический путь развития страны и ее внутреннюю и внешнюю политику, иметь свои символы, особые атрибуты государственности, которые выражают ее индивидуальность. Независимость – это право страны занимать достойное место в ряду других стран и государствах. Самое главное достижение страны за 30 лет – возможность самостоятельного развития, признание на мировой арене устойчивое развитие во всех сферах. Конечно, не без трудностей и ошибок, но Казахстан уверенным шагом идет вперед. Зарина Джузикеева, Павел Соловьев, Берег Манап, Кукчахпарат. В Кукчетауском университете имени Шуканова-Алиханова состоялась торжественная церемония вручения дипломов. Порядка 70 лучших выпускников получили документы о высшем образовании. Мероприятие прошло в формате open-air. Впереди у одних продолжение учебы, а у других – начало профессиональной деятельности. Да, до сих пор, честно говоря, самые разные органы организовали различные платные олимпиады. В них принимали участие ученики. Даниэль Белялов отучился по специальности юриспруденция. За четыре года обучение молодой человек достиг немалых высот. И даже открыл молодежную организацию «Правда». Занимался дебатами, волонтерской деятельностью, различными проектами молодежной политики. Я учусь, получается, на специальности юриспруденции. Наверное, ближе всего к душе было это, наверное. Ну, я долго думал, я не знал. Я даже, наверное, первые два года, ну, пока учился, тоже, наверное, сомневался, тот ли я выбрал, ту ли выбрал профессию или нет. Но в итоге, более углубившись, более, ну, узнав более фундаментальные вещи, понял, что да, это все-таки мое. Из личных достижений, как игрок, допустим, выиграл очень, ну, значительное количество турниров дебатных, международного, республиканского масштаба. Также участвовал, как судья во многих международных турнирах и так далее. Сейчас планирую на инвеструтуру, пока рассматриваю варианты. В этом году выпустился первый поток бакалавра медицинского факультета. Всего 10 человек. Аким города Болжан Гайса лично поздравил будущих врачей и вручил им дипломы. Кокшитовский университет имени Шуканова-Леханова являясь одним из ведущих региональных вузов Северного Казахстана, в следующем году отметит свое 60-летие. За годы своего существования университет подготовил десятки тысяч специалистов для Акмолинской области и страны в целом. Мне приятно, что я сам являюсь одним из выпускников университета, экономического факультета по специальности учета и университета. В университете готовят специалистов по образовательным программам, бакалавриатам, магистратурам и докторантурам. 50% от общего числа контингента составляют грантники по линии министерства. Это довольно высокий показатель уровня учебного заведения. В стенах университета обучают 282 обладателей знака Алтун-Бельге. От всего сердца желаю пронести интерес профессии через всю жизнь, достичь больших профессиональных успехов на благо нашего здравоохранения. В этом году 1629 выпускников окончили бакалавры. 302 стали обладателями красного диплома. Отметим, отныне университет выдает дипломы собственного образца. Камшат Акишева, Павел Соловьев, Жамбал Болтаев, Кокщак Парат. Акмолинцы готовятся к предстоящему республиканскому чемпионату по АСЭК-АТУ. В планах провести соревнования текущего года в Турции. В сборную команды входит 20 учеников общеобразовательных учреждений республики. Из них два спортсмена из Акмолинской области. Уроженец Каргалжинского района Иркибай Сарсеков – один из тех, кто посетит Анталью на предстоящей неделе. АСЭК-АТУН занимается около пяти лет. Мои первые соревнования прошли в Костанае. Там я занял второе место в соревнованиях снайпера и третье место в чемпионате страны в Павлодаре. Соревнования закаляют, чувствую дух азарта. Предстоящим соревнованием я уже начал подготовку. Ученики, которые занимаются АСЭК-АТУ, выходят на международный и республиканский уровень. Это дети из восьми школ. К сожалению, ученики других школ склонны к таким видам спорта, как баскетбол и волейбол. Нет интереса к национальному спорту. На сегодняшний день по Акмолинской области количество молодых людей, занимающихся АСЭК-АТУ, составляет около пятиста человек. Они достойно защищают честь региона, прославляя страну на различных соревнованиях. Агирим Бегенова, Абзал Балтабаев, Бауржан Смогулов, Берег Манаб, Кокщак Парад. Акмолинские каратисты пополнили свой призовой фонд на международном турнире Бурабай Open 2021. Результаты – две золотые медали, одна серебряная и три бронзовые. Саин Серик занимается каратэ с девяти лет. Сегодня он учится в одном из колледжей областного центра. Спортсмен в будущем мечтает готовить чемпионов страны. Так как я увлечен каратэ с детства, то хочу стать профессионалом в своем деле, мастером спорта. Продолжаю заниматься спортом. Уверен, что в будущем вырастет новая спортивная смена. Поэтому хочу тренировать наших спортсменов. Пусть наш флаг развивается первым и звучит гимн нашей республики в других странах. Никита Дик заинтересовался каратэ в восьмилетнем возрасте. Сегодня он обладатель черного пояса по каратэ. Недавно у нас прошел молодежные игры в городе Тарас, на которых я занял призовое третье место. У меня было там три боя. Каждый из них был один сильнее другого. Но немного мне не хватило до золотой медали. На этой площадке тренируется около 120 спортсменов. Стоит отметить, что среди них есть и те, кто стал победителем на чемпионатах республиканского и международного уровней. Июнь для нас был очень благотворным. Несмотря на то, что наш город небольшой, наши дети показывают очень большой уровень на международных республиканских соревнованиях. Мы очень много над этим трудимся. В августе в Алматы пройдут отборочные республиканские соревнования. По их итогам будет сформирована сборная республики Казахстан, которая будет представлять нашу страну на чемпионате Азии и мира. В настоящее время акмольские каратисты активно готовятся к ним. Иван Однорог, Тлег Каэржан, Павел Соловьев, Ануар Нигмиджан, Кахщияк, Парад. На этом наш фокус подошел к концу. В студии работала Камша Такешева. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok